Здравствуйте, в эфире новости. В студии Артемия в Нью-Йорке Лиза Каймина. В начале коротко о главном. Фатальная ошибка. Президент Обама извинился за гибель двух заложников Аль-Каиды в результате удара беспилотника. Новая доктрина кибербезопасности. Шеф Пентагона заявил, что американцы изгнали из сети российских хакеров, покушавшихся на сайт оборонведомства. Пожурили и отпустили. Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус получил условный срок за передачу секретных данных своей любовнице. И один шаг до признания. Президент Германии, говоря о массовых убийствах армян в Османской империи, употребил слово геноцид. В США сегодня все внимание приковано к крупнейшему городу штата Мэриленд. Жители Балтимора собрались на масштабную акцию протеста по поводу произвола полиции. Причиной стала история чернокожего Фредди Грея, погибшего при загадочных обстоятельствах после задержания стражами порядка. Из Балтимора передает наш собственный корреспондент Роман Мамонов. Место гибели Фредди Грея в районе Сент-Таун-Винчестер в Балтиморе сразу и не найти. Похожие друг на друга кварталы социального жилья, заброшенные здания. В первые дни люди приносили свечи, от которых теперь остались только оплывшие кляксы воска на земле. И послания случайных людей на стихийной доске памяти. В этом районе и раньше не любили полицию, а сейчас, кажется, отношения испортились окончательно. Отношения местных жителей и полиции не слишком хорошие, потому что сложилась не слишком хорошая картина. Множество инцидентов с печальными последствиями. Для каком доверии можно говорить, если местное отделение полиции, по сути, забаррикадировалось от местных жителей, выставили всякие заборы. Они ведь работают за наши деньги. Они должны защищать нас, а не защищаться от нас. Даже у мэрии города выставили ограждение. Мы проводим абсолютно мирные протесты, акции без конфликтов. Смерть 25-летнего Фредди Грея, кажется, стала последней каплей для местных жителей. Молодой человек скончался в минувшее воскресенье в одной из клиник города. Причиной стала серьезная травма позвоночника, полученная, как уверены родные, при задержании полиции. Стражи порядка утверждают, что, увидев их, Грей бросился убегать. Они начали преследование и задержали парня. Свидетели записали на камеру мобильного телефона момент, когда молодого человека помещают в полицейский фургон. Видно, что сам он идти не может. Полицейские практически волокут его под руки. В случае, если парню сломали позвоночник, такие манипуляции вообще категорически запрещены. Неизвестно и что происходило внутри полицейского фургона. Буквально через час после произошедшего, стражи порядка доставили молодого человека в больницу в критическом состоянии. С понедельника Балтимор протестует и марширует. Участники обвиняют полицию в дискриминации чернокожих жителей. Лозунги знакомы по митингам после гибели Майкла Брауна в Фергюсоне и Эрика Гарнера в Нью-Йорке. Я думаю, что вся система не работает, либо направлена на защиту одной группы. Белых. Гибель Фредди Грея и последовавшие протесты, ставшие главными темами в новостях, поставили эту трагедию в один ряд с делом Тревора Мартина, Майкла Брауна и Эрика Гарнера. В Балтиморе даже опасались, как бы ни случилось второго Фергюсона с поджогами машин, разгромом магазинов. Но местным лидерам пока удается удержать протесты в мирных рамках. За несколько часов до проведения акции протеста полиция Балтимора значительно усилила меры безопасности в центре города. Были усилены патрули на улицах, перекрыты несколько перекрестков, а у самого здания мэрии выставили специальное ограждение. Впрочем, опасения не подтвердились, никаких провокаций. Да и сама акция оказалась не столь многочисленной, как ожидалось. Вместо нескольких тысяч человек вышли 3-4 сотни. Впрочем, организаторы обещают вывести по-настоящему большое количество людей на улицы в субботу. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко, Вашингтонское бюро РТВА, Мэриланд, Балтимор. И уже после того, как этот материал был подготовлен к эфиру, из Балтимора пришли сведения о столкновениях демонстрантов с полицией. На эту минуту задержаны два человека. Об этом сообщили представители полиции. Сегодня же родители Майкла Брауна, афроамериканца, застреленного белым полицейским в Фергюсоне, подали в суд на власти этого города. Они будут пытаться доказать, что смерть их сына стала результатом противоправных действий полиции. Брауна утверждает, что полицейский Даррен Уилсон скрыл важные улики после того, как застрелил 18-летнего Майкла Брауна в августе прошлого года. Они требуют компенсации в размере 75 тысяч долларов. Гибель Брауна привела к массовым протестам, которые продолжались несколько недель. Большое жюри присяжных отказалось выдвигать обвинения в отношении Уилсона, который заявил, что стрелял в атаковавшего его Брауна в качестве меры самообороны. Правозащитные организации настаивают, что полицейский не должен был открывать огонь. Власти США сегодня взяли на себя ответственность за непреднамеренное убийство в Афганистане двоих иностранных заложников Аль-Каида. Американца Уоррена Вайнштейна и итальянца Джованни Лапорта. Оба они являлись сотрудниками гуманитарных организаций. Вайнштейн попал в руки боевиков в 2011 году. Лапорта был захвачен год спустя. О том, что их держали на базе Аль-Каида в горном районе на границе Афганистана и Пакистана, стало известно только после авиаудара с американского беспилотника. В заявлении Пентагона подчеркивается, у спецслужб США не было данных о том, что в обстрелянном укрытии террористов могли находиться заложники. Это же сегодня подтвердил президент Обама, выступивший со специальным обращением к родным погибших. По словам американского лидера, за укреплением Аль-Каиды долгое время велось наблюдение, однако присутствие заложников обнаружено не было. Обама заявил, что несет личную ответственность за случившееся. Мне трудно представить горе семей Вайнштейна и Лапорта. Я понимаю, что их потерю невозможно выразить на словах. Как президент и главнокомандующий, я беру на себя полную ответственность за все наши антитеррористические операции, включая ту, которая непреднамеренно унесла жизни Уоррена и Джованни. Я глубоко сожалею о случившемся. От имени правительства Соединенных Штатов я приношу глубочайшие извинения семьям погибших. Информация о спецоперации, которая привела к гибели заложников, до сих пор была засекречена. С сегодняшнего дня она будет обнародована, поскольку Америка – демократическое государство, заявила Обама. Позже пресс-служба Белого дома подтвердила, что семьям погибших будет выплачена компенсация. О сумме пока ничего не сообщается. Пресс-секретарь Обама Джордж Эрнест заявил, что Соединенные Штаты приложили значительные усилия для освобождения Вайнштейна из рук террористов, однако вариант выкупа не рассматривался. Глава Пентагона Эштон Картер сегодня заявил, что хакеры из России в прошлом году осуществили взлом компьютерных сетей Пентагона. Об этом он заявил сегодня в Стэнсфоргском университете. Речь была посвящена новой доктрине кибербезопасности американского оборонведомства. Мы быстро обнаружили утечку, и наша команда начала охоту на взломщиков в течение 24 часов. Получив ценную информацию об их тактике, мы проанализировали действия этих хакеров, установили их связь с Россией, после чего быстро изгнали их из сети. Причем таким образом, чтобы свести до минимума вероятность их возвращения. Картер уточнил, что хакеры смогли украсть только несекретные данные в компьютерной сети. Согласно новой доктрине кибербезопасности Пентагона, Россия и Китай разработали новые киберстратегии и представляют особую угрозу. Вашингтон оставляет за собой право отвечать пропорционально. В этом ему поможет новое сотрудничество с Силиконовой долиной. Стэнсфоргский университет был выбран для этой речи не случайно. Он находится в самом сердце Калифорнийской Силиконовой долины, где сосредоточены штаб-квартиры крупнейших американских компьютерных корпораций. Суд в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, вынес приговор бывшему главе ЦРУ генералу Дэвида Петреусу по делу об утечке секретных данных. Обвинение утверждало, что Петреус передал информацию своему биографу и любовнице, журналистке Нью-Йорк Таймс Поле Брадуэлл. Подсудимый пошел на сделку со следствием, признав факт неправомерного выноса и хранения засекреченных материалов из здания ЦРУ. По условиям сделки прокуратура согласилась не добиваться для высокопоставленного экс-чиновника реального тюремного срока, а ограничиться двухлетним условным сроком и штрафом в размере 100 тысяч долларов. Сделка позволяла, однако, судье отправить Петреуса за решетку на срок до года, но он проявил снисходительность. Четырехзвездный генерал командовал объединенными силами НАТО и США в Афганистане и многонациональными силами в Ираке. Он возглавлял ЦРУ в 2011-2012 годах. Сенат США утвердил Лоретту Линч на пост генерального прокурора США. Она стала первой афроамериканкой во главе Министерства юстиции в истории Америки. Барак Обама предложил кандидатуру Линч в ноябре 2014 года вместо покидающего пост Эрика Холдера. Но утверждение затянулось на полгода. Республиканцы отказывались голосовать. В конце прошлой недели Обама назвал задержку позорной для американского Сената. Во вторник Верхняя Палата наконец решила перейти к вопросу одобрения кандидатуры генпрокурора. В итоге сегодня за Линч проголосовали 56 сенаторов против 43. Воздержался только республиканец Тед Круз, первый американский политик, объявивший о вступлении в президентскую гонку 2016 года. Ранее Лоретта Линч занимала пост главного прокурора Нью-Йоркского района Бруклин. Вы смотрите новости на канале РТВА и далее в эфире. Один шаг до признания. Президент Германии, говоря о массовых убийствах армян в Османской империи, употребил слово «геноцид». И британские букмекеры повышают ставки с приближением предполагаемой даты появления на свет очередного отпрыска королевской семье. Все это через пару минут на канале РТВА. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...